Сталкивался на просторах сети с таким вопросом. Конечно, он интересует людей и вне интернета. Ответ на него, с одной стороны, прост – для красоты, для сложности. Но тут надо пояснить. Красоты в звучании вы добьетесь, если ваши гитарные партии будут сочетаться и хорошо звучать сами по себе. Кроме того, музыканты, их исполняющие, должны быть сыграны. Либо, если вы все делаете сами, то сами и должны сыграть и записать все ровно. Если партии достаточно сложны, это им в плюс. Однако не всегда стоит гнаться за сложностью. Не стоит забывать о правиле «необходимо» и «достаточно». Для одной песни понадобится партия посложнее, для другой – попроще. Две гитары, три, четыре, сколько угодно, придадут песне гитарному ритму объем. Опять же, интересно просто слушать и наблюдать за развитием и повторами, в случае риффов, гитарных партий. Иногда несколько гитар записывают для раскачки или для создания драматического эффекта. Так, в песне «Lady in Black» группы Uriah Hip, помимо басовый и искаженный ритм гитар, используется около пяти или шести, не помню точное количество, акустических ритм гитар. На выходе – мощное оркестровое звучание, с которым, в общем-то, хип всегда заигрывали. Неудивительно, ведь их творчество близко не только хард-року и поп-року, но и прогрессив-року. Соответственно, делаем вывод, что разные партии и разное количество инструментов подходят для различных жанров музыки, в том числе рока и металла. То, что хорошо, допустим, для джаз-рока, будет немного неуместно или очень неуместно, скажем, в хэви-метале. Но все зависит от создателя песни, от его задач, мастерства и даже смелости. Субтитры создавал DimaTorzok